В сравнении с большинством нетбуков в этом классе, Asus EPC 1018P Black стоит достаточно дорого. Более высокая цена может быть обусловлена качественным исполнением, удачной конфигурацией и длительной автономностью. Проверим, стоит ли эта модель своих денег. Конечно же, хочется, чтобы комплектация дорогих моделей отличалась от комплектов поставки наиболее доступных решений. Но Asus EPC 1018P Black поставляется только с базовым набором компонентов, аккумулятором, зарядным устройством и документацией. Важно и то, что нетбук работает под управлением операционной системы Windows 7 Starter. Asus EPC 1018P Black выполнен в изящном черном корпусе толщиной всего 22 мм. Верхняя панель и рабочая поверхность изготовлены из отшлифованного металла, что является редкостью для нетбуков. С учетом усиленного аккумулятора компьютер весит 1,1 кг, поэтому его можно считать одним из самых легких решений для использования в поездках. Широкая рамка, окружающая экран, выполнена из пластика, но стилизована под отшлифованный металл. В верхней ее части установлен объектив 0,3-мегапиксельной камеры, который закрывается с помощью специальной шторки. Рядом с камерой расположен микрофон, а динамики встроены непосредственно под экраном. 10,1-дюймовая матрица с глянцевым покрытием оснащена светодиодной подсветкой. Ее разрешение составляет 1024 на 600 пикселей, что стандартно для экранов этого размера. Дисплей отличается высокой яркостью и равномерной подсветкой. По уровню эргономики EPC 1018P Black близок к 13,3-дюймовым моделям ноутбуков Asus. Подобная чеклэд-клавиатура хорошо подходит для ввода текстов. Кнопки нажимаются достаточно мягко и разделены широкими промежутками. Дополнительно над раскладкой предусмотрены клавиши активации беспроводных модулей и переключения между режимами энергопотребления. Тачпад, используемый в этой модели, будет справедливо считать одним из самых лучших среди тех, которые встречаются в ноутбуках. Большое сенсорное поле имеет приятное шероховатое покрытие и объединено с управляющими клавишами. Тачпад дополнен зоной вертикального скроллинга, а покрытие кнопок сделано рельефным, что улучшает тактильное ощущение во время работы с Asus EPC 1018P. Важнейшей особенностью модели является длительная автономность. На первый взгляд, четырехэлементный аккумулятор, имеющий емкость 6000 мАч, слишком тонкий и легкий, но в тесте Battery Eater 2005 Pro он продемонстрировал более 7,5 часов непрерывной работы. Уровни нагрева корпуса и шума системы охлаждения незначительны. Компьютер практически не нагревается даже при выполнении ресурсоемких задач, а вывод теплого воздуха находится на левой грани. В конфигурации Asus EPC 1018P производитель использовал новый процессор Intel Atom N455, особенность которого заключается в поддержке оперативной памяти DDR3. Частота процессора составляет 1,66 ГГц, а базовый объем ОЗУ – 1 ГБ. При этом результат тестирования в PCMark 05 составил всего 1357 баллов. Модель оснащена интегрированным графическим адаптером Intel GMA3150 и винчестером на 250 ГБ. В целом система работает достаточно быстро, хотя ресурсоемкие приложения будут даваться ей с трудом. Небольшая толщина корпуса не помешала удобно расставить все функциональные элементы по боковым граням. Слева установлен только видеовыход VGA, интерфейс USB 2.0 и отверстие замка Kensington. Правая грань более загружена. На ней пользователь увидит еще два интерфейса USB 2.0, аудиоразъемы, гнездо сетевого адаптера, отверстие зарядного устройства, а также картридер с поддержкой всего двух форматов – SD и MMC. Модель оптимально подходит для работы в беспроводных сетях. Здесь реализован модуль Wi-Fi спецификации 802.11 BGN и интерфейс Bluetooth новейшей версии 3.0. ASUS EPC 1018P Black – достаточно дорогой нетбук. От более доступных моделей его отличает качественное исполнение корпуса с использованием металлических панелей, а также хороший набор функциональных возможностей и длительная автономность, необходимая для комфортной работы в поездках. На наш взгляд, достаточно высокая стоимость ASUS EPC 1018P Black вполне оправдана всеми вышеперечисленными преимуществами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова